В эфире программа Патруль и я ее ведущий Антон Тарханов. Здравствуйте! Разбойное нападение. Один погиб, второй получил серьезные травмы. В Барунхемчике столкнулись три автомобиля. Наезд на пешехода, уголовное преследование и многочисленные штрафы за допущение массового отравления людей. Все это и не только в сегодняшнем выпуске, а также интернет-обзор самых резонансных происшествий. Но обо всем по порядку. Столкновение трех машин, в результате которого один человек погиб. 2 ноября в городе Ак-Давурак произошло столкновение трех автомашин. Сотрудниками полиции установлено, что 30-летний водитель автомашины Хонда Аккорд из-за несоблюдения дистанции столкнулся с ВАЗом, которая после этого выехала на встречку, где лоб в лоб врезалась с Ладой Гранта. В результате ДТП 25-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм скончалась на месте происшествия. Также в районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель той же машины. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что водитель автомашины Хонда Аккорд управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В тот же день на улице Аюна-Курседе города Кызыла произошел наезд на пешехода. Следственной оперативной группой установлено, что 27-летний водитель автомашины ВАЗ не пропустил 46-летнюю женщину-пешехода, в результате чего допустил наезд. Пострадавшая женщина была госпитализирована в республиканскую больницу с множественными переломами. Угрожая ножом, похитил два сотовых телефона и иномарку. С сообщением о разбойном нападении в минувшие дни в полицию Кызыла обратился 25-летний молодой человек. Установлено, что подозреваемый узнал о продаже автомобиля марки «Хонда» в одной из групп социальной сети, после чего по телефону договорился с владельцем автомашины о встрече. В назначенное время они встретились, обсудили условия покупки. Также была осмотрена машина, после чего покупатель предложил владельцу встретиться еще раз, чтобы проехаться на авто по разным участкам дорог. Днем 31 октября мужчины встретились повторно. Покупатель предложил проехаться по грунтовой дороге. На безлюдном участке в районе правобережного дачного общества покупатель вытащил нож и потребовал у находившегося за рулем владельца отдать сотовые телефоны и ехать к дамбе. Потерпевший, испугавшись, что незнакомый нанесет ему ножевое ранение, выпрыгнул из машины. Последний, завладев иномаркой, скрылся в неизвестном направлении. Оперуполномоченные уголовного розыска МВД по республике Тыва совместно с коллегами отделения по борьбе с грабежами и разбойными нападениями управления МВД России по городу Кызы установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель села Мугураксы, дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. В ходе обыска один из похищенных сотовых телефонов стоимостью 80 тысяч рублей изъят у подозреваемого. Похищенная автомашина обнаружена сотрудниками полиции на улице правобережной города Кызыла. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый находится под стражей. Запретом на дальнейшую деятельность и уголовным делом обернулось для владельца закусочной шаурма допущение массовой заболеваемости сальмонеллезом людей в дни национального праздника на дом в Кызыле. Суд обязал горе-предпринимателя известить население о прекращении своей деятельности через средства массовой информации. В рамках административного кодекса нечистоплотный предприниматель оштрафован на 3500 рублей за нарушение российского законодательства об обязательном уведомлении о начале осуществления деятельности. За использование продовольственного сырья без документов, подтверждающих их качество и безопасность, допуск к работе персонала без санитарных книжек и свидетельства о прохождении гигиенического обучения судом назначены административные штрафы на общую сумму 11500 рублей. Всего вследствие массового отравления пострадало более 200 человек. Лабораторные исследования показали несоответствие требованиям безопасности и микробиологическим показателям. На 45% смывов с инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки. И чтобы не допустить к реализации недоброкачественной продукции, было изъято 3400 килограммов куриного мяса, 250 яиц и десятки килограммов пищевой продукции. В целях защиты прав потребителей управлением Роспотребнадзора Тулы 182 потребителям оказана консультативная помощь и подготовлено 106 претензий. В судебные органы направлено 15 исковых заявлений о возмещении материального и морального ущерба. По решению суда удовлетворено 4 иска и взыскано 3575 рублей. Остальные материалы находятся на рассмотрении судебных органов. Сейчас узнаем, сколько всего аварий, в которых пострадали люди, произошло в минувшую неделю. Официальная сводка ГИБДД далее, а сразу после нее резонансные происшествия, вызвавшие бурную дискуссию в социальных сетях. С 29 октября по 5 ноября в республике зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия, где один человек погиб, 8 были травмированы. Внимание! Впервые! Народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. За прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции на территории республики задержали 78 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 48 отстранены от управления в Козыле. Среди нетрезвых водителей 7 женщин. 0,58 мг на литр. То есть, превышает упустимую норму 0,16 мг на литр. Установлено состояние опьянения. Также сотрудниками полиции задержано 74 водителя, которые управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения. Им грозит административное наказание в виде штрафа от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Аналогичное наказание грозит также за управление транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения. Совершенно чудовищной методикой воспитания малышей, которую практиковали в одном из детских садов Красноярского края, заинтересовались следователи. Выяснилось, что за непослушание своих подопечных так называемые педагоги кололи иголками. Об издевательствах дети сами рассказали родителям, а затем взрослые обнаружили и следы отпыток. По-другому не назовешь. Против сотрудниц дошкольного учреждения уже возбуждено уголовное дело. По итогам проверки в отношении воспитателей возбудили сразу два уголовных дела, в том числе после те истязания. Воспитатели сами уволились еще до начала следствия. Чуть позже сменилась и заведующая. Проверки прошли и в других детских садах Канска. Главные героини скандала в детском саду Колосок работали более 8 лет. Со дня его открытия. В интернете в свободном доступе документы о профильном образовании. Есть даже грамоты за педагогический труд. Сейчас их карьера, если и не завершена, то надолго приостановлена. Хотя своей вины они так и не признали. Свои доводы защитники обещают привезти в Каннском городском суде. Туда следственный комитет уже направил материалы дела. Если вина воспитателей будет доказана, им может грозить до 7 лет лишения свободы. В Кызыле устанавливают дорожные знаки об ограничении движения на 20 и 40 км в час. Статистика аварийности в республике такова, что 11% водителей совершили ДТП при нарушениях правил проезда пешеходного перехода. Поэтому при приближении к нему перед школами, детскими садами или искусственные неровности к участку дорожных ремонтных работ водитель должен расценивать указанный знак в качестве своего союзника и советника, стремящегося уберечь его от несчастного случая. На территории города Кызыла, вблизи пешеходного перехода устанавливаются дорожные знаки ограничения скорости на 20 км в час, на 40 км в час. В связи с чем призываем водителей, приближаясь к пешеходным переходам, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим. Кроме того, госавтоинспекция обращает внимание водителей на заморозки, понижение температуры и образование наледи на дорогах столицы республики. Одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение дистанции и скоростного режима водителями транспортных средств. К сожалению, большое количество автовладельцев, двигаясь в потоке, не учитывают дорожные и метеорологические условия, рассчитывая лишь на свою реакцию и технические характеристики автомобиля. Утром и вечером, а также в темное время суток, при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам необходимо максимально снижать скорость и быть внимательными. В свою очередь, пешеходы тоже должны помнить, что во время гололеда водитель автомашины даже на шипованных шинах не сможет мгновенно остановить транспортное средство. Перед тем, как выходить на проезжую часть, следует убедиться, что водитель вас видит и готов остановиться. Следуя вышеуказанным советам и соблюдая правила безопасной езды, вы всегда будете держать ситуацию на дороге под контролем. Если вы стали очевидцами какого-либо происшествия, делитесь с нами видеозаписями в нашей группе ВКонтакте «Тува в объективе». На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на ютуб-канале Тесси, Тувинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин